митя зашел приветствую меня слышно мне все равно кажется что они слушают и нужно так 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 смотри смотри я сейчас не буду сходить в аккаунт потому что так сказано кое-каким не заходи по моему без проблем ты имеется сказал мне заходить в аккаунт какой нет без проблем ладно не иметь я сказал все без проблем такой в какой аккаунт ему создали новый instagram аккаунт потому что старый instagram аккаунт к сожалению него удален по какой-то причине он уже на восстановлении ближайшие 24 часа он будет восстановлен а ты уже позаботился об этом то есть ему да 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 я пока у него аккаунт пропал инстаграма как пропал не знаю у меня кто-то взломал и клауд как раз и по поводу этого и по поводу минирования сейчас был в полиции так не можно выйти уже полметражный режим до выходи в полнометражный режим не только во имя благих целей чего не видят его родители мить взломали твой клауд на авто я короче свой клауд дал юре а кто-то по ходу находился в этот момент в моем telegram ну в моем телеграме и всю информацию слили короче все что было у меня на и клауде ну ты скорее всего видел все эти сливы да конечно тебя слили митя по жесткому когда я тебя поставил ответственным за защиту войне оказывается ты не можешь защитить даже себя в интернете это конечно же их наружу митя митя а я не буду сейчас представляться эти просто что я можешь сказать первый человек который ты на данный момент сливает я просто хочу донести сейчас до всех что ты сейчас прешь насчет чего насчет того что тебя кто-то заломал телеграм аккаунт который через который у тебя украли данные этой клау я говорю возможно это так было я не говорю она еще возможно что может быть как еще возможно и клауд как-то заполучили а как можно задуматься дать айклауд другому человеку есть на и клауде записаны данные от instagram аккаунта там где ну полумиллионника почти там была небольшая ситуации за которые я дал и левому челу знакомому просто знакомую зрелки который продался продал данные да дал аккаунтом где полмиллиона подписчиков в инстаграме понимаешь митя ты обосрался короче понимаешь да я что же человек свой сын делать ошибки но сейчас эта ошибка будет решена я на восстановление поставил ошибка не будет решена то что ты поставил аккаунт на восстановление это уже ну ничего не решит потому что даже я его уже на остальные восстановление поставил мне отдали этот аккаунт понимаешь он чего сейчас восстановит я дам логин и пароль этого аккаунта ваня нужен будет ему еще потому что сейчас ему основной снова пиарит просто сам факт того что ты сейчас мы очень сильно забрался скажем тогда в конец прям ни слова про я сейчас моей стороны не прозвучало я сказал как было на самом деле давай давай мить пробежимся короче по своим ошибкам и разберем их давай ну давай давай первое ты же самого момента самого первого дня знакомства с ваней ты получается был у него в квартире да ты сидел с ним за столом с его родителями как ты говорил да ну а после того как выходил с его квартиры ты сливал о нем информацию людям своим друзьям я не сливал о нем информацию ты говорил своим друзьям эту всю информацию которые в будущем сливали эту всю информацию людям из ннб что ты не слышишь мацию я мог слить давай вот по факту если разложишь я тебе скажу да допустим так это было я говорю о том где ваня живет чем он занимается да правильно я тебя понимаю а смотри я сейчас просто процитирую я вышел из квартиры сейчас приду домой все расскажу это кому ты говорил такие слова не ну подожди все расскажу может он ну расскажет не какую-то личностную информацию то есть нельзя на это операция то есть ты мы ну ты сам понимаешь что я обычно скал но я не могу это на стриме сказать что я делал и что я видел ну понимаешь да да что просто может после стрима я донесу суть митя на человек просто из кибербезопасности он знает на самом деле намного больше чем ты думаешь и он не может сказать но в этом на стриме о том что он знает наедине вот это все обсудим ну типа он я ты давай без рима тогда это обсудим мить но ты понимаешь что наверное из-за такого жесткого косяка наверное больше ты не будешь наверное менеджером вани потому что ну вот и он потерял два instagram аккаунта по твоей вине два не один и первый аккаунт тоже был потерян по твоей вине первую то почему мои вине ну какая причина была потеря первого аккаунта скажи вот когда гера сидел первый раз на стриме у коле и тогда работал на ннб вот нет я не работал я и вообще ты никогда на ннб не работал я ему это вчера нет подожди ты вообще никогда не работал на нб и не работал я узнал о ннб когда вот как раз и сделали с левушки ты не состоял ни в каких админских беседах ннб ты никогда не был админом а админом и где-то в ннб ты никогда не обещался плотную с админами ннб не сливал им ничего до типа был момент когда мы обсуждали вот этот вот весь момент я начал вани помогать, чтобы вот эти вот все сливы ушли. Я тогда общался с Герой, я соглашусь. Общался с человеком, который, получается, слив в общий доступ, адрес Вани, да? Адрес, номер телефона и прочее. Общался с Герой. Я сейчас замучусь, не видел с камерой минуты. Это все было обговорено с его родителями. Мить, очень много раз ты подвел Ваню. Когда я вообще-то много раз с тобой говорил, тебе писали много раз гадости типа, если ты помнишь, что ты про меня говорил в первые наши дни знакомства, я тебе могу напомнить слова «Я бы мог слить номер Никоглая спокойно». Это да, это я сказал. Да, то есть ты такие вещи говорил. Тебя за это очень сильно хейтили. Также говорил его родителям, что мне заплатили полмиллиона, а я Ване дал 50 тысяч. Я не говорил полмиллиона, что тебе заплатили. Ну, у меня есть голосовое сообщение. Понимаешь, где ты именно так и говоришь. Я сказал, что ты сказал на стриме, как раз это было при отце Ване, что ты ему за все время стримов дал 500 тысяч. Я сказал, типа, ну, это не так. Бро, бро, можно вопрос? Ты знаешь, кто такой Тихон? Тихон, это мой бывший, лучший друг. Бывший друг, с которым ты кое-что делал, я не буду говорить, что дальше. А я тебе просто расскажу, как все было. У меня есть на это все пруфы. Если ты будешь оправдываться, я солью эти все пруфы к себе в телегу, ну, я тебе поверю, ну, будет не сладко, да? Поэтому лучше, да, соглашайся, если он говорит правду и не оправдывается. Гера, ты общался очень плотно с Герой. Дальше у вас была такая ситуация. Вы договорились с Герой о том, что Тихон завезет тебя на машине на адрес А, Ване, там, где ты попросишь, сделаешь, типа, совместную фотографию с Ваней, просто попробуешь с ним подружиться. В ходе чего ты просишь его сделать на листочке, чтобы он написал там ННБ, просто ты, рандомный чел, по твоим словам просишь, чтобы сделал ей рекламу ННБ, то есть, ну, как такое может получиться там в первый момент, второй момент. Это был, Ваня, это было, тебя Митя попросил сделать рекламу ННБ, написать на листочке. Это Гера просил. Ну, Гера просил, донес через Митю. Ну, то есть, Митя, факту тебя просил. Человек, ты понимаешь, человек Геры привез Митю на адрес, чтобы тот попросил тебя это сделать и сливал какую-то инфу за кадром. Понимаешь, о чем я сейчас? Было такое-нибудь? Сейчас, секунду, я наушники под... Ага, наушники у меня не робят. И даже это на стремение однократно говорил, ну, мне же пересылают сейчас в Телеграм. Так, я сейчас тебе скажу, все как было. Был произведен слив Ивана, в котором был адрес, там номер и все в этом роде. Тихон это увидел. Он показал мне, я говорю, поехали, поехали, ну, типа, знаменитая личность. Я такой, есть вариант выйти, технотик. Ну, сказал, поехали. В итоге, Тихон сначала не согласился, я потом говорю, да пошли там, пофоткаемся туда-сюда. И потом, Гера... приедете и подтвердите, что это адрес Вани, я дам там випку Тихону. Я такой, типа, ну, окей, тогда мне тоже дай, я же тоже туда еду. Випка, которая 10 баксов стоит, блин. Ну, вот. И мы приехали туда, начали фоткаться там туда-сюда, я увидел родителей, они мне очень понравились в плане общения и все в этом роде. И я начал помогать. Я договорился с родителями Вани о том, что вот, как лучше решить конфликт. Я сказал, можем не делать рекламу, типа, послать их нафиг. Но тогда они просто не отстанут. Поставьте сапчат, ребята, поставьте сапчат, другое без памятного карта. Значит, не отстанут. В плане, типа, тебе предложили сделать рекламу? Только потому, что подружески, заметьте, подружески тебе предложили сделать рекламу? Вань, было такое, что я с твоими родителями это обсуждал? Что именно? Ну, насчет вот рекламы, типа, можно не делать, но они просто так не отстанут. А, да, было, было. Отец сказал, давай сделаем, чтобы они просто отстали, и вот это вот. Если бы я был на стороне ННБ и приехал на квартиру популярному чуваку, я бы тоже его родителям сказал, давайте лучше сделаем, потому что они не отстанут, они не отстанут, ключевое слово. Это нужно сказать для того, чтобы он реально согласился с это сделать, они не отстанут, то есть сделать какое-то моральное давление на него, понимаешь, что я тебе сейчас хочу донести. Ты сейчас максимально пытаешься оправдаться, хотя это не так. У меня на руках сейчас все пруфы лежат, все переписки и с Герой, и со всеми, и все они подтверждают факт, что... Смотри, бро, Митя человек, я хочу сейчас задефать Митю, Митя человек, и он понял, что он обосрался, и он понял, что он обосрался, и на это сейчас смотрят полмиллиона человек. Конечно же, он будет себя максимально дефать, потому что признать, что ты обосрался на полмиллиона человек, это очень тяжело, потому что он понимает, что за это его люди съедят. Поэтому ты тоже должен войти в положение Митя, понять, что он делает. Я вхожу в положение и понимаю, и я не хочу мусолить просто тему, мусолить ни о чем, я лишь хочу прийти к выводам, и все. Выводы у нас четкие, что, Митя, ты можешь быть дальше менеджером Вани без проблем, но... Стой, нет, не можешь, пока мы одну ситуацию не обговорим. Да, точно, ты не можешь быть дальше менеджером Вани, пока мы не обговорим самую ключевую ситуацию. Сколько денег ты получил за рекламу порно-бота, который Ваня рекламил? Вот этот слив интимок, или как назывался этот бот? Интимный бот. Сколько денег ты за это получил? Сейчас скажу. И как ты мог сказать Ване сделать такую рекламу? Это трэш. Да, ты не будешь его менеджером, пока мы сейчас четко не обговорим эту ситуацию. Я тебе сразу предупрежу, что у тебя в заметках были все твои прайс-листы, я могу их сейчас просто... Там есть прайс-листы искренней переводов, бро. Я тебе не дам даже соврать. Так что давай, честно, сейчас скажи просто. Признайся, я тебя задефаю, а если будешь отмазываться, дефать не будут. 10 мало, надо еще 20, куда обращаться, брат? Спасибо большое. Напиши моему менеджеру по рекламе, это я фейзет и отправь скриншот, что ты кидал мне этот донат. Понял? То есть я фейзет и прув, что это ты, что ты отправил мне этот донат. И мой менеджер тебя выведет на меня напрямую. Мой менеджер указан у меня в инстаграм-аккаунте в шапке профиля. Мить, что ты ищешь? Сколько ты получил за рекламу этого бота? 30 тысяч пришло. 30 тысяч? Да. Это правда? Он получил 30 тысяч? Ты можешь сказать точную сумму, они в районе 30 тысяч. Сейчас. Я же ищу, говорю же. Ваня, а сколько ты получил за эту рекламу? Я, честно, не помню. Нет, ты должен вспомнить, это супер важно. Или, ну мы можем спросить у Мити, но Витя, Митя может соврать, поэтому именно ты должен вспомнить, сколько ты можешь соврать, но Мити, это, наверное, сейчас не нужно. Да, Мити, это не очень выгодно. Давай, Мити спросим, Митя, сколько ты ему скинул за этот реклам? мне просто названивают, я не могу посмотреть все это. Понимаю. Это ключи, звонки. Ну, бро, я же видел с этой заметки, рекламы не так много было, но как можно забыть прайс за такую рекламу? Что? Ладно, ничего, давай еще. У меня, если что, 4%, просто я весь день провел в участке в этом. Вань, вспомни, пожалуйста, сколько Мити тебе дал за рекламу, я тебя умоляю. Эй, я не помню, реально. Это реклама была неделю назад, даже меньше. Вот именно, мне, я сделала рекламу, и мне типа не важно. А ты сам понял, что ты пререкламировал, Вань? Конечно, мне как-то было немножко дискомфортно. А сам пользовался такими ботами раньше? Нет, я вообще ботами не пользуюсь. Не, не надо. Правильно, правильно. У них там всякие москвили базы данных, которые... Вань, и Мить, Мить, столько раз ты обосрался, столько раз ты подвел Ваню, обманул, был причастен к его взломам, это такой ужас, Мить. Что, что, что еще раз? Ты столько раз был причастен к взломам Ваниных инстаграмов, ты обманывал его на рекламу, на деньги, а вы работали всего две недели, Мить. Всего две ебаные недели, и так много косяков с твоей стороны. Это пиздец. Это мне кажется, знаешь, если типа Мити там что-то в голову добить, ему пройти какие-то курсы по менеджменту и так далее, то он все-таки может стать хорошим менеджером, но пока, мне кажется, у него просто не хватает опыта, и вот это доверие левым людям своего iCloud, это уже, ну, показывает просто мало опыта, и он к этому еще пока не готов. Я бы так сказал, но это мое личное мнение, которое строится на каких-то пруфах и ситуациях, скажем так. Митек, в общем, мы на самом деле с тобой все поняли, мы с тобой потом поговорим вне стрима, уже поговорим серьезно, где будем тебе все показывать, здесь на стриме ты сам понимаешь, как много мы умалчиваем, потому что у Твича есть своя политика, которая запрещает говорить очень многое. Мы после стрима с тобой еще это обсудим, но ты сам понимаешь, Мит, что... Ты сам понимаешь, Мит, что, наверное, разговор с тобой закончен и больше за рекламу Ване ты не отвечаешь, пойдешь заниматься другим, потому что ты очень максимально плохо выполнил свою работу. Ты это понимаешь? Я надеюсь, что да. После стрима мы с тобой еще раз созвонимся. Приятно было тебя услышать. До скорых встреч. До скорых встреч.